Видно было, что к приезду гостей готовились. — Ку-у-у! Приехали! — громко объявил дядя Толя, и звездочка покорно остановилась. Стеша открыла глаза. Она успела задремать под монотонный топот звездочки, одурманенная чистым морозным воздухом и запахом свежего сена, застилавшего сани. Уже смеркалось, и в домике, напротив которого они остановились, уютно горели желтым светом маленькие окошки. — Симка! Ну, слава богу! Приехала сестричка! — утирая набежавшую слезу кончиком своего платка, радостно молвила вышедшая к калитке встречать гостей старшая бабушкина сестра, баба Маня. — Дай-ка с обниму тебя! Ну, а дядя в избу! Баба Маня помогла слезть сестре с саней, обняла Серафиму и, подхватив ее сумку, первая засеменила по узкой тропке к домику. За ней, не спеша, осторожно ступая, как городская, оглядывая все родное вокруг и поминутно останавливаясь, шла Серафима Сергеевна. — Ой, яблонька-то как выросла, Мань! А грушу-то спилили, видать! — замечала все Серафима. Сестра лишь улыбалась ей в ответ. — Адя, Адя, завтра все оглядишь! — торопила баба Маня сестру. Дядя Толя снял с саней стешу и поставил ее на снег. — Уснула, племяшка! Догоняй бабушек! В доме было жарко натоплено, чисто, пахло вкусно, видно было, что к приезду гостей готовились. — Сейчас я, раздевайтесь, мойте руки и садитесь к столу! — выговаривая на деревенский манер, скомандовала баба Маня, засуетившись по дому. — Только беги к тете Зине и тете Дусе! Скажи, Серафима приехали с внучкой, пусть к нам идуть! — приказала баба Маня сыну. Вскоре на столе появилась очищенная печеная картошка с румяными бочками, тарелка с груздями в листочках хрена и укропных семечках, печеные яйца, чугунок с вкуснейшими разваренными деревенскими щами, блюдо с пирогами, холодец, сало, жареная курица, а также запотевшая бутылка деревенской самогонки. Через некоторое время входная дверь отворилась, и на пороге, толпясь и пуская клубы морозного воздуха, с шумом и гомоном явилась вся Серафимина деревенская родня. — Ты скажи, Стеша, мамки с папкой, мол, баба Маня велит приехать. Баба Дуся и баба Зина пришли со своими дочками и зятьями, мужей их забрала война. И каждый из них по очереди подходил обнять Серафиму и ее внучку покрепче и расцеловать три раза в щеки. Эта теплая встреча удивила и поразила Стешу. В городе так не здоровались, даже если долго друг друга не видели. Гости принесли с собой пироги, вяленую рыбу, холодец и домашнее вино. — Дуся, ну зачем холодец принесли? У меня есть, я же сварила вчерась. — ругала баба Маня свою младшую сестру. — Есть еще будет. Вас теперь реча много, все съедите. — рассудительно произнесла баба Дуся. Сестра не стала с ней спорить, покорно принимала гостинцы, раскладывала на тарелки и ставила на стол. Стол ломился от всякой еды, на нем уже не осталось места. Наконец гости расселись. — Ну, давайте завстречу, что ли? — подняв стакан с самогоном, произнес дядя Толя. Другие его тут же поддержали, потянувшись к нему со своими чекушками. Стеши налили в железную кружку компот, и взрослые с ней тоже чокались. — Сима, что же Люба не приедут с Женью? Как мы их ждем? Ты скажи, Стеша, мамке с папкой, мол, баба Маня велит приехать, обращалась самая старшая из сестер. — Ладно, скажу, — обещала Стеша, запивая компотом пирог с яблоками. Она прижалась к бабушке. Глаза ее слепались. С дороги она устала, да и было уже поздно. Дядя Толя отнес племянницу на кровать с высокой периной, и она утонула в ней. Кошка-мурка тут же улеглась рядышком и громко заурчала ей в ушко. Сквозь сон Стеша слышала грустную песню, что затянули женщины о нелегкой доле вдовы, потерявшей на войне своего мужа. Счастливою невестой недолго побыла, а сколько лет извести от милого ждала. На холмике густая колышется трава. Женою ты не стала, солдатская вдова. В глазах печаль такая, как долгая зима. Заступник и хозяин, она себе сама. Над пачкой желтых писем белеет голова. Одна из сотен тысяч солдатская вдова. Какие одинокой ночами снятся сны. Ей словно у порога шаги его слышны. Как будто он у двери звучат его слова. Как прежде в чудо верит солдатская вдова. Спасла, усыновила она двоих детей. Взрастила, проводила и ждет от них вестей. И как оно бывает, их радостью жива. О горе забывает солдатская вдова. Одна из сотен тысяч солдатская вдова. Автор музыки Борис Терентьев. Автор стихов Борис Дубровин. Год первого исполнения Валентиной Толкуновой. 1975. Баба Сима почуяла неладное. Целыми днями Стеша играла с сережкой на улице. Они рыли в огромных сугробах пещеры и ходы. Катались с большущей горы на старых клеенках, что дала им баба Маня. Прокладывали путь в огороде на лыжах. Сережка брал лыжи у старшего брата с ботинками, надев предварительно пару шерстяных носков. А Стеша давал свои, на ремешках. Утром Стеша проснулась рано. Они с Сережкой договорились пойти на ферму, где работала его мать. — Что так ранехонько поднялась? — ласково спросила баба Маня. — Пойдем сегодня с Сережкой на ферму коров смотреть. — Ну, садись тогда завтракать. Баба Маня подвинула Стеша тарелку, на которую положила толстенный пшенный блин. Пышный, воздушный, весь блестящий от масла, которым его обильно помазали. Рядом поставила кружку с кусками чуть коричневатого кислого молока. Вкус у этого молока был непередаваемым. Слегка кисловатый, сливочный, нежный, топленый. — Спасибо, баба Маня! — На здоровье, доченька! Плотно позавтракав, Стеша стала ждать Сережку. Часы показывали без пятнадцати десять, а Сережка обещался зайти за Стешей ровно в десять. И тут, как назло, она захотела в туалет. Ходить в туалет на улицу девочки запрещали, и она делала эти дела дома, в ведро. — Баба Мань, я в туалет хочу! — занервничала Стеша, боясь не успеть до Сережкиного прихода. — Сейчас, сейчас ведерко принесу. Давай, садись, сикай! Сделав свое дело, Стеша только хотела подняться и надеть штанишки, как дверь распахнулась, и на пороге появился румяный Сережка. Поглядев на сидевшую на ведре девочку, он, нисколько не засмущавшись и даже не подумав выйти из избы, присел на низкую лавочку возле порога. — Ну, ты скоро там, давай быстрее! — скомандовал он Стеши. Стеше было очень стыдно, что мальчик застал ее в таком положении, и она ума не могла приложить, как ей теперь встать и незаметно надеть штаны. Поэтому она продолжала сидеть на ведре и даже опустилась пониже, чтобы он уж точно ничего не увидел. Предложить Сережке выйти Стеша по малолетству не догадалась. Через некоторое время, глядя на несобирающуюся вставать с ведра внучку, баба Сима почуяла неладное. — Стешка, ты сколько еще висеть будешь? Сережка устал ждать тебя, вспотел уже. То, что маленькая девочка может банально стесняться, в голову никому не приходило. Баба Сима встала с лавки и подошла к внучке, заглянув в ведро. — Ой, мамоньки, мань, она всю сракку себе сажей извозила. Ты ведро-то ей из-под угля, наверное, дала. Дай-кась газету, я ее вытру. И, подняв с ведра внучку и развернув ее попой к свету, бабка начала оттирать ее газетой. Долго потом Стеша будет помнить этот случай, стыдливо опуская глаза при встрече с троюродным братом. Стеша никогда еще не видела бабу Маню такой сердитой. У бабы Мани в сарае жили кролики. Целыми днями они сидели на корточках в клетках и жевали сено. Стеша любила стоять рядышком и наблюдать, как шевелятся при этом у них усы. Иногда баба Маня давала ей морковку, и Стеша, просунув ее через железные прутики, кормила животных. — Мам, зайка окатилась, — сказал как-то утром, зайдя в избу дядя Толя матери. — Вот и слава богу! — перекрестившись на старенькую почерневшую икону в углу кухоньки, произнесла баба Маня. — Не видать сколько штук? — Не, мам, ничего не видать, закрыла она их пухом. — Адя, племяшка, покажу тебе маленьких зайчаток! — обратился он к Стеше. — Ты что только ополумел? Ни в коем случае! Сейчас нельзя! Даже и не вздумай! — рассердилась баба Маня на сына и даже погрозила ему пальцем. Стеша никогда еще не видела бабу Маню такой сердитой и не понимала, почему она не разрешает показать ей крольчат. — Да ладно, мам, ничего не будет. Пошли, Стешка! — улыбаясь, заверил дядька. — Уж он-то нисколечко не боялся бабу Маню. С опаской поглядывая на старушку, Стеша дала руку дяде Толе, и они пошли в сарай смотреть малышей. — Вон они, видишь? — показывал он пальцем Стеше в самый угол клетки, где во мраке она еле различила какую-то возню. — Вижу! — кивала она, хотя ничего толком не видела. Следующий день принес плохую новость. Молодая крольчиха съела весь выводок. — Говорила я тебе только, не ходить, а смотреть крольчат. Нет, не послушал, мать, не слух, сколько душ загубил! — Ладно, мам, прости, виноват! — опустив голову, оправдывался сын. — Я-то прощу, да малышей не вернешь! — утерев набежавшую слезу уголком платка, молвила старушка. Стеша проплакала всю ночь. Ей ужасно было жалко маленьких крольчат, к тому же в их гибели она считала виноватой себя. Этот случай послужил девочке уроком на всю жизнь и научил бережно и трепетно относиться ко всему живому на земле. — А сердцу не прикажешь. — Завтра домой поедем, Стешенька. Загостились мы с тобой, хотели на недельку приехать, а сами-то уж месяц почитать доживаем. Надоели по дикость бабе Мане, как собаки, только молчит, не скажет. — Симка, ну что ты мелешь? Да я рада завсегда и тебе с внучкой, и твоим Любке с Женью. Живите сколько надо, места всем хватит! — качая укоризненно головой, ругала баба Маня младшую сестру. Давным-давно уехала Серафима насовсем из родной деревни. Первый муж ее, Павел, пал смертью храбрых в самом начале войны, оставив ее с трехлетним сынишкой на руках. Второй раз замуж Серафима вышла в сорок седьмом. Шурка Алехин, первый парень на деревне, красавец, баянист и балагур, на десять лет младше взял Серафиму с ребенком. Ей двадцать восемь, а ему восемнадцать. Слыхано ли, вдову, да с ребенком, когда вокруг пруд пруди молодых да незамужних девок и бездетных вдов, а сердцу не прикажешь. Вскоре после свадьбы, да какая там свадьба, расписались в сельсовете, да пошли на работу, он в поле, она на ферму. Шурка в числе первых добровольцев уехал отстраивать разрушенный немцами Крым, а через некоторое время вернулся за семьей. К тому времени их с Серафимой дочке исполнился год, а новорожденному сыночке Коленьке два месяца. — Много не бери, Симка, только самое необходимое, дорога не близкая, — скомандовал жене. — А откуда оно много? Пара платьев, шаль пуховая, да полушубок из овчинки. — Не бери полушубок, тепло там, нету зимы. — Как так, нету зимы? — не поверила Серафима словам мужа. — А вот так, сама скоро увидишь, — улыбался Шурка. Погрузили свои пожитки на телегу, взяли корзинку с пирогами и тронулись в путь. — Прощай, Симка, прощай! — плакали Серафимины сестры Маня, Зина и Дуся, махая белыми платочками им вслед и не надеясь больше навстречу. Удивительный и восхитительный город. До нового места жительства ехали они долго. Сначала на лошади добрались до райцентра. Там сели на поезд и целую ночь тряслись в плацкартном вагоне до Москвы. В столице Белокаменной до вечера ожидали на вокзале следующего поезда, который и доставил их до южного города Симферополя, где переночевали ночь на лавках, а ранним утром сели на автобус, и он долго кружил их по горному серпантину, частенько останавливаясь, так как пассажирам одному за другим становилось плохо. Дорога измучила Серафиму с детьми. Заболел и беспрестанно плакал маленький Коленька. Видно, сквозняками обдула маленькая тельца, как бы мать не старалась защитить от них ребенка своим телом и старым одеяльцем. Серафима то и дело трогала детскую горячую головку в надежде, что жар спал. «Спасибо хоть за Любкой», — приглядывал помощник, старший сын, Вася. Сто раз уже пожалела Серафима, что согласилась на уговоры мужа переехать на постоянное место жительства в далекий неведомый Крым, слушая, открыв широко рот, его рассказы об удивительном и восхитительном городе Ялта. К вечеру только добрались они наконец-то до этой самой Ялты, когда солнце уже скрылось за высоченными, упирающимися в самые облака горы. Как завороженная смотрела Серафима из окна автобуса на бескрайнее синее-черное море, открывшееся во всей своей красе на одном из поворотов из окна старенького автобуса, забыв обо всем на свете, вдыхая теплый тяжелый воздух, переполненный ароматами душистых трав, можжевеловых и кипарисовых деревьев, смешанной с соленым запахом моря. Привычка жениться Поселились они в маленькой девятиметровой комнатушке в общежитии, которую дали Шурке. Через три дня умер маленький Коленька от двустороннего воспаления легких. Серафима в его смерти винила мужа. Наверное, так оно и было. Не позови он их с собой, не простудился бы и не заболел маленький. А может, таков срок его был на этой земле. Такова судьба. Так это или нет, но отношения с мужем у Серафимы разладились. Женщина замкнулась и не подпускала его к себе. А какому мужику понравится такое к себе отношение? Начал Шурка посматривать на сторону, тем более, что пользовался у противоположного пола повышенным вниманием, благодаря своей бешеной харизме, как бы сказали сейчас. К смерти сына он отнесся философски. На все воля Божья. И сильно не переживал по этому поводу, в отличие от жены. Карьерная Шуркина лестница устремилась вверх. Сначала бригадир, потом мастер. Учиться послали в Симферополь на курсы. Отучился, поставили начальником. Через три с половиной года дали Шурке двухкомнатную квартиру. Серафима работала уборщицей на пивзаводе. — Я, это, Серафима, решил развестись с тобой. Встретил другую женщину. Как-то раз, почесав затылок и нахмурив лоб, произнес Шурка. Серафима так и села на стул. — Как развестись? У нас дети, дочка общая. Как же мы одни? — Любка взрослая уже. Чего там, восемь лет зимой будет? Дело решенное. Я с тобой не советуюсь, а в известность ставлю тебя. Жить нам негде, поэтому квартиру будем делить пополам. И на том спасибо, Шурка, что не на улку нас гонишь. Вот так и закончилась Серафимина замужняя жизнь. Больше уж замуж она не вышла, в отличие от Шурки, женившегося после еще шесть раз. Последняя Шуркина жена была младше его на 38 лет. Возможно, он не перестал бы жениться и дальше, но умер в возрасте 75 лет. Смерть-то и порушила все Шуркины планы и привычку жениться. Три десятка, четвертый, уж скоро пять. Домой Стеша уезжать из деревни и хотелось, и не хотелось. С одной стороны, она соскучилась по родителям, а с другой прекрасно знала, что встречать Новый год ей все равно никто не позволит. Мало того, утром 1 января мать с отцом всегда уходят в гости, а Стеша остается с бабушкой дома. Оставайся, племяшка, в лес за елкой сходим с тобой на лыжах, а то я не разбираюсь в елках, поможешь мне выбрать. Подмигнув, слукавил дядя Толя. Своих детей у него не было, хотя он их очень любил и хотел, и поэтому очень тянулся к маленькой девочке. Дядьке было уже 29 лет, а он все еще был неженатый, раньше по деревенским меркам. Глубокий бобыль. Баба Маня рассказывала, что до армии он встречался с Наташкой из соседнего села, и они собирались пожениться, но только забрали в морфлот на три года, и девчонка не дождалась его, выскочила замуж, хотя клялась в вечной любви. С тех пор мужчина разочаровался в женском поле, а на мольбы старенькой матери поскорей жениться, пока она жива, отшучивался и говорил, что все бабы одинаковые и хороших среди них нету. — Да с чего ты это только взял-то, не пойму. На киселе обжегся, а на воду дуешь? Свет клином сошелся на твоей Наташке, что ли? Слава Господу, что отвел! Благодарить его должен за энта! Злилась баба Маня на такие отговорки. — Поглядим, мать, поглядим, не буду торопиться. — Да куда уж не торопиться? Три десятка почитай уже, четвертый пошел, скоро пять. Дядя Толя лишь смеялся в ответ. — Ну ты уж, мать, совсем меня состарила, это ж надо, скоро пять, говорит. В самом конце декабря ранним утром Стеша с бабой Симой сели в сани, дядя Толя укрыл их тулупами, и они тронулись в обратный путь. Стеша смотрела на звезды и тонкий месяц, что долго летели вслед за ними, пока не задремала. Ей снилась кошка Мурка, с которой она привыкла спать на одной кровати, а корова-ночка жевала сено и смотрела на Стешу большими, влажными, грустными глазами. Стеша не терпелась срочно нарядить елку. Домой они приехали лишь к вечеру. Мать, открыв дверь, присела на корточке и обняла бросившуюся к ней дочку. От радости у Стеши потекли слезы. «Ну, перестань, перестань, моя хорошая! Соскучилась!» Вытирая Стеши глазки, утешала мать, а потом и сама всплакнула. Стеша утвердительно замотала головой. В углу комнаты уже красовалась пушистая елочка, а по воздуху плыл смоленой хвойный аромат праздника. «Видишь, ждем тебя, не наряжаем!» Отец из лесу принес вчера. После ужина мать вытащила из чулана пыльный фанерный ящик. Открыла крышку, сняла газету, потом слой ваты, которой заботливо были укрыты елочные игрушки. И на свет божий явились во всей своей красе, переливающиеся разноцветными огнями, огромные стеклянные шары, шишки в белой глазури, длинные сосульки, два любимых стешиных зайчика-близнеца, один слегка голубоватый, другой розоватый, маленькие домики, лимончики, снеговички и серебряный дождь. Аккуратно, чтобы не запутался упакованный в бумажный кулечек. На дне ящика лежали пластмассовые Дед Мороз, Снегурочка и красная прозрачная звезда. «Может, завтра будешь наряжать?» «Подикось устала с дороги, доченька!» Соскучившись, мать была необычайно ласкова со стешей, но девочке не терпелось срочно нарядить елку. Она аккуратно доставала елочные игрушки из ящика и раскладывала их на полу рядами, потом брала сначала самые большие и красивые и вешала их впереди, а те, что похуже и помельче, сзади. Вместе с игрушками на елку мать всегда давала стеши повесить еще и горстку карамелек. За долгое время праздника они чуть подсыхали, пропитывались запахом хвои и на вкус становились необыкновенными, волшебно-новогодними. Хоть бы Дед Мороз ничего не забыл. Утром 31 декабря стеша проснулась рано. Откинув одеяло, она сунула ножки в чуни, которые ей сшила баба Маня, вручив перед самым отъездом с пожеланиями здоровья и тепла в новом году и сразу же побежала в комнату родителей, где стояла елка. Однако дверь оказалась закрытой. Мать с отцом на ночь привязывали к ручке веревочку и накидывали петельку на большой забитый в дверной косяк гвоздь. — Мама, откройте мне! Я за подарочком пришла! Дедушка Мороз положил мне подарочек под елочку! Посмотри! — закричала стеша в щелочку, которую смогла открыть. — Господи, стеша! Ну, какой еще подарочек? Завтра принесет! Не сегодня! Новый год же завтра! Сквозь сон раздраженно произнесла мать. Саша загрустила и отошла от двери. — Интересно, зачем они закрывают дверь? Наверное, боятся ночью. Вот и закрываются, — подумала девочка. — Если честно, ей самой частенько бывало страшно ночью. Хорошо, что бабушка Сима сейчас жила вместе с ней в комнатке. — Когда вырасту, всегда буду спать вместе со своими детками, — пообещала девочка самой себе. Стеша вернулась в свою кроватку и, отвернувшись к стене, начала рассматривать ковер. Какой-то султан на коне вез свою возлюбленную, а рядом ехал его слуга и стрелял в кого-то из ружья. Стеша представляла себя на месте этой девушки, а на месте султана — соседского мальчишку Валерку. Она водила по ковру ладошкой, и за ней оставалась плюшевая дорожка. — Интересно, что дедушка Мороз подарит мне завтра? В прошлый раз он подарил краски, а кисточку забыл. Пришлось два дня ждать, когда мать пойдет в магазин и купит ее, а Стеше очень хотелось рисовать, и она нарисовала пальчиком елку, снежинки и снеговика рядом. Мать сказала, что получилась какая-то мазня. — Хоть бы в этот раз дедушка ничего не забыл, — думала девочка. Стеша и не заметила, как уснула. Ей приснился старенький дедушка с белой длинной бородой в красной шапке и длинном кафтане до пола. Он протягивал Стеше огромную коробку, перевязанную алой лентой, и хитро улыбался. — Это Дед Мороз, больше некому, — узнала девочка-старичка. — Нету никакого Деда Мороза. — Стешка, пойди-ка глянь, не лежит ли там чего-нибудь под елкой? — заговорщически, хитро глядя на жену, произнес отец. — Ого! Что это? И Стеша извлекла из-под новогоднего деревца большой кулек из коричневой оберточной бумаги, перевязанной шпагатом. — Папочка, разрежь, пожалуйста, веревочку! — дрожащим от волнения голосом произнесла девочка. Отец помог Стеше разрезать шпагат и развернуть бумагу. — О, Боже! Коньки! Это коньки! Настоящие кожаные белые конечки! Вот это да! Как у фигуристок, чье катание вечерами Стеша с упоением смотрит по телевизору вместе с отцом, восхищаясь волшебным танцем на льду. Вот это Дед Мороз! Вот угодил, так угодил! Стеша гладила ладошками и целовала теплую белую кожу маленьких ботиночек. Ничего, что они большие и точно будут велики. Она наденет носочки потолще, а то и двое, и будут в раз. Зато ни у кого таких красивых нету! — Спасибо, спасибо, дедушка миленький! Счастливо бормотала Кроха. — Вот те на, дедушка миленький! Да это мы с отцом подарили тебе коньки, а не дедушка миленький! Да и нету никакого дедушки! Взрослая ты девочка, а все в сказки веришь! Опустилась с седьмого неба мать Стешу. Девочка удивленно посмотрела на нее, все еще не веря в сказанное. — Как нету? — Очень просто! Так в один миг рассыпалась, как карточный домик, стешина детская вера в доброго сказочного персонажа. Напялив на себя два шерстяных носка, Стеша облачилась в конечке. Аккуратно встав, она осторожно прошлась по комнате, гордо поглядывая на бабушку и родителей. — Красота! Чистая Ирина роднена! — всплеснув руками, молвила баба Сима, глядя, как внучка вышагивает по красному ковру. — Завтра с отцом ступайте на пруд кататься! Кто ж знал, что однажды эти самые коньки сыграют со Стешей очень злую шутку? Опять в эту противную Ялту. В конце февраля баба Сима уехала к себе домой, чтобы в начале лета вернуться за внучкой. Каждое лето Стеша проводила у бабушки в Крыму. — Стеша, собирай манатки, завтра бабушка приезжает, два дня отдохнет и поедете с ней в Ялту, — объявила мать. — Опять в эту противную Ялту! Стеша грустно вздохнула. Она не любила лето и Ялту, ведь на целых два месяца она расставалась с родителями. Мать рассмеялась. — Противная вовсе не Ялта, а кое-кто другой. Другим бы деткам было бы за счастье провести лето на море. — На море, если бы. Баба Сима была уже старая, чтобы ходить на пляж. Солнце так сильно палило и жарило, что у нее поднималось давление, и сводить внучку искупаться на море она могла лишь вечером. Зайти чуть поглубже Стеши не удавалось. Бабушка, как курица, бегала по берегу и ругалась. — Стешка, вылезай сейчас же! Стешка, утонешь! Сама она плавать никогда не умела и воды побаивалась, поэтому на пляже Стеше удавалось лишь помочить ножки. Никакого удовольствия от такого купания девочка не получала. Да и прохладно было на пляже после того, как солнышко садилось за горы. Стеша с Бабой Симой ехали на поезде до самого Симферополя. Потом садились на троллейбус, и он вез их до Ялты целых два часа. Стеша обожала смотреть в окно на горы, виноградники, высокие кипарисы, красные дикие маки, растущие среди холмов, кустики желтого ракитника вдоль дороги и сиреневую глицинию, обвивающую каменистые стены. В Алуште троллейбус останавливался, и к нему подходили местные жительницы, бойко торгующие искусно наверченной на деревянные палочки черешней. «Баб, купи мне черешню!» – просила Стеша, соскучившись за год по вкусным ягодам, похожим на вишню, но удивительно сладким. «Вот приедем и куплю, Стешенька, обязательно куплю!» Торговки продавали эту черешню втридорого, и Баби Симе казалось ужасным расточительством покупать ее у них. Счастливое время В самом начале августа приезжали мама с папой. Вот это было счастливое время! «Стешка, а погляди-кась, кто эн-то там идет? Не матерь ли с отцом?» Хитро улыбаясь и подгадав время, чтобы выйти погулять с внучкой на улицу к приезду дочки с зятем, спрашивала Баба Сима. Стеша беспокойно смотрела вдаль, и, узнав родителей, срывалась с места, и пулей летела им навстречу. «Не беги, не беги! Упадешь ведь!» – обеспокоенно кричала вслед ей Баба Сима. «Да какое там? Разве могло что-то удержать или остановить счастливого ребенка в эту минуту?» С разбегу Стеша утыкалась в подол матери и плакала от счастья. Каждое утро в шесть часов мать будила Стешу, и они втроем отправлялись на катере, подальше от города, на дикие пляжи. Там, среди огромных валунов, плескалось чистейшее, теплое, ласковое, нагретое за два летних месяца море. Мать доставала завтрак – вареную колбасу, хлеб, яйца и большущие, вкуснейшие сахарные розовые помидоры. Потом наливала всем по очереди в железную кружку, теплый еще, сладкий чай из круглой пластмассовой фляжки, и они завтракали. Целыми днями, с утра и до самого вечера, Стеша купалась. Загорать она не любила, поэтому в перерывах между купанием лазала средь камней на берегу, высматривая маленьких крабиков. Иногда ей удавалось поймать одного из них и осторожно зажать в ладошки. Крабик тихонько кусал ее своими клешнями, а Стеше было щекотно, и она разжимала пальчики, выпуская пленника на волю. Упав на камни, крабик быстро перебирал лапками, бочком убегая в родное море. Однажды Стеша увидела, как маленький мальчик, поймав в море медузу, принес ее своей маме на берег, а та сказала сыну, «Толик, положи ее на горячие камни, и она растает». «Ей же больно!» — глотая слезы, думала Стеша, глядя на мальчика с медузой и удивляясь жестокости и глупости взрослой женщины. А ровно через четыре недели, истинно черные, отдохнувшие и счастливые, расцеловав на прощание бабу Симу, они возвращались домой. «Давайте присядем на дорожку», — утирала платочком слезы бабушка, прощаясь с дочкой, зятем и внучкой на целых четыре месяца. Все покорно тут же присаживались там, где стояли, а через несколько секунд, шумно поднявшись и подхватив чемоданы и котомки, торопились к сигналившему у подъезда такси. По приезде Стеша обязательно писала бабушке письмо, где подробно описывала поездку, а потом ждала ответа, чтобы вновь написать. Так они и переписывались все это время, пока бабушка не приезжала к ним в гости в начале зимы. Позже, уже став взрослой, Стеша частенько находила среди старых бумаг бабушкины письма и открытки, которые возвращали ее в далекое и счастливое время, что называется детством. В зимнем лесу Стеша не пропадет Зимой отец брал Стешу с собой в лес кататься на лыжах. Ну, как брал, заставлял идти с ним. Ему казалось, что ребенок должен физически развиваться. Он, конечно же, был прав. Но вот только Стеша терпеть не могла лыжи. Ей было непонятно, как можно кататься на лыжах. В ее понимании кататься – это значит катиться и получать от этого удовольствие, вот как на санках с горки. На лыжах катиться у нее не получалось. Съезжая с горы, она непременно падала, а палки всегда мешали ей на лыжне. «Можно я палки не возьму?» – спрашивала Стеша отца. Тот смеялся. Ему, спортсмену-лыжнику, было непонятно, как можно кататься на лыжах без палок. Такая езда шла вразрез со всеми правилами лыжного хода, а он мечтал вырастить из дочери знаменитую биатлонистку. К тому же уставшая за время четырех, а то и пятичасовой лыжной прогулки, девочка не в состоянии была самостоятельно добраться до дома. И тогда отец, сцепив вместе две ее палки, привязывал их к своему ремню, а Стеша вручал конец палки с петелькой. Она бралась обеими руками за нее, а отец быстрой рысцой мчал ее до самого дома. Вот так, чтобы ветер свистел в ушах, ехать девочке очень нравилось. Это была ее самая любимая часть лыжной прогулки. «Да как же без палок-то? Без палок не получится у тебя ничего». «Получится! Вот увидишь, получится!» И однажды Стеша уговорила отца разрешить ей не брать с собой палки. Она шустро чесала по лыжне, размахивая руками. Получалось довольно забавно, но Стеше так кататься понравилось больше. Однако и до дома ей пришлось теперь добираться самостоятельно. Обычно отец брал с собой в лес кусок хлеба с колбасой и горячий сладкий чай. Но к концу прогулки Стеша все равно успевала захотеть есть. «Вот, посмотри, это липа. Ее почки съедобные. Попробуй!» И отец протягивал дочке липовую веточку. Стеша откусывала скользкие вкусные бусинки и точно знала, в случае чего в зимнем лесу она не пропадет с голоду, по крайней мере до той поры, пока не объест все липы в нем. «Пойдем со мной». Рядом с домом грузовик вывалил большую кучу песка. Отец собирался делать пристрой к дому. Все дети из ближайших домов приходили играть к этой куче. Мальчишки строили песчаные замки, а девочки лепили сказочные торты и пироги для своих дочек кукол. «Асенька, домой!» И ржеволосая Аська из дома напротив, грустно тряхнув тонкими косичками и помахав ладошкой на прощание, побежала на зов матери. Стеша осталась одна. Она брала формочки одну за другой, набивала их влажным белым песком, который добывала из глубины кучи, и, аккуратно перевернув, любовалась ровненькими песочными фигурами. «Привет! Пироженки лепишь?» Пожилая женщина в темной газовой косынке, поправив седую выбившуюся прядь, улыбаясь и заглядывая прямо в глаза, присела на корточке рядом со Стешей. «Какие же они у тебя замечательные получаются! А в серединку каждой пироженки можно воткнуть цветок одуванчика. Будет красиво! Вон там посмотри!» И женщина махнула рукой в сторону. «Около дороги растут такие огромные одуванчики. Хочешь, пойдем и нарвем вместе. Меня тетя Маша зовут, а тебя как?» Стеша посмотрела туда, куда показывала тетя Маша. Одуванчиков она, конечно, не увидела так далеко, зато заметила стоящую на дороге синюю машину. Мать с отцом много раз говорили ей, что ходить с чужими дяденьками и тетеньками никуда категорически нельзя. Стеша нахмурила брови. «Мне домой надо!» И девочка начала поспешно собирать свои формочки. «Стеша, ужинать!» Услышала она громкий голос. Стеша оглянулась. У калитки стоял отец и махал рукой. Тетя Маша поднялась и быстрыми шажками, удивительными для ее преклонного возраста, засеменила прочь. «Это кто был?» спросил отец, когда Стеша подошла к дому. «Тетя Маша!» «Что еще за тетя Маша? Ты знаешь ее, что ли?» Не отставала она дочери. «Нет, не знаю. Мы только что познакомились с ней». «Она что тебе говорила? Она никуда тебя не звала с собой?» Отец не унимался. «Нет, никуда не звала». Чтобы успокоить встревоженного родителя, Стеша решила соврать и не рассказывать ему весь их с тетей Машей разговор, а только по прошествии многих лет поняла, чем грозила ей эта встреча.